МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неизвестный. Скульптор Эрнст Неизвестный скончался на 91-м году жизни. Снятие санкций с России в ближайшем будущем с учетом ситуации на востоке Украины, как и ранее, не предвидится. Об этом заявил немецкий политик Гернат Эрлер, уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Российской Федерацией. В последние недели мы практически ежедневно констатировали нарушение перемирия и режима прекращения огня, что повлекло за собой многочисленные жертвы с обеих сторон. Дополнительно к этому все 28 стран-членов ЕС сходятся на том, что вопрос о снятии санкций может стать только после полного выполнения Минских соглашений. Экономические санкции были наложены на Российскую Федерацию летом 2014 года, после аннексии Крыма и развязывания военного конфликта на востоке Украины. В начале июля этого года санкции были продлены до конца января 2017 года. Россия ввела экономические санкции в ответ, запретив ввоз в Российскую Федерацию ряда товаров. Не исполняешь права родительские, отберут права водительские. Родителям, которые уклоняются от уплаты алиментов, грозит наказание в виде лишения водительских прав сроком до полугода. Об этом сообщают в Федеральном министерстве по делам семьи. По мнению чиновников, такое наказание должно повлиять на родителей, которые не хотят содержать детей после развода. Каждый год в Германии регистрируют около 500 тысяч случаев уклонения от уплаты алиментов. Это значит, что половина всех родителей, которые самостоятельно воспитывают своих детей, не получают средств на содержание ребенка. По мнению федерального министра по делам семьи Манойла Швезик, тот, у кого есть деньги на содержание автомобиля, должен иметь деньги на содержание собственного ребенка. В немецких городах перед началом нового учебного года ремонтируют дороги. В порядок приводят шоссе, по которым курсируют школьные автобусы. В большинстве случаев обновляют и латают дорожное покрытие, наносят свежую разметку. А на некоторых улицах полностью меняют асфальтовое покрытие. В одном из городов земли Северной Рейн-Вестфалии, Унне, начался широкомасштабный проект по восстановлению дорог. Капитально отремонтируют не только сами проезжие части, но и пешеходную зону. Новое покрытие получат более 30 городских улиц. В первую очередь отремонтируют Фридрих, Эбертштрассе и Хаммерштрассе, так как именно по этим улицам курсируют школьные автобусы. Администрация городов предупреждает жителей о возможных пробках и просит понимания. Немецкие историки отправились за золотом Третьего Рейха. Два историка-любителя Петер Коппер и Андреас Рихтер собираются найти легендарный золотой поезд. Они утверждают, что уже знают примерное место его захоронения. Существует много историй о богатстве нацистов. Одна из них рассказывает о золотом поезде, который похоронен под землей в Нижней Силезии на юго-западе Польши. Раскопки ведутся на хорошо известном 65-м километре между Вроцлавом и Валбжихом. Еще прошлым летом немецкие историки Коппер и Рихтер утверждали, что именно здесь, в тоннеле, погребен нацистский поезд, в котором находятся несметные богатства. Там его спрятали нацисты после окончания Второй мировой войны до наступления Советской армии. Несмотря на достоверные факты, многие польские ученые сомневаются в существовании поезда. Ранее эту территорию уже исследовали с помощью магнитных детекторов, но ничего не нашли. Благодаря двум искателям кладов в скором времени станет известно, существует ли поезд на самом деле. Или это просто миф. Литва продолжает принимать сирийских беженцев. В страну прибыло еще 10 соискателей убежища по программе переселения беженцев в ЕС. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел Юстас Панкаускас. По его словам, в Литву прибыли три семьи. Одна семья состоит из граждан Сирии и этнических курдов. Отец-красильщик, мать-домохозяйка и трое малолетних детей. Во второй семье отец-мойщик автомобилей, а мать-домохозяйка с двумя малолетними детьми. В третьей семье мать-домохозяйка с дочерью-подростком. Они прилетели из Греции с пересадкой в Киеве. Сначала семьи будут жить в центре для беженцев в Рукли Янавского района. Там они останутся, пока не получат от департамента миграции статус беженцев. После этого сирийцы смогут переселиться в любой регион Литвы, где начнут самостоятельно обустраивать свой быт. Ранее правительство Литвы согласилось с предложением Брюсселя в течение двух лет принять в страну 1100 беженцев из Сирии, Ирака и Эритреи. За год в Литву по программе ЕС по переселению беженцев прибыли 83 человека. Всего же за прошлый год в Евросоюз приехали почти 2 миллиона бегущих от войны. Китайский турист в Германии случайно стал беженцем и провел в центре для мигрантов 12 дней. Курьезная ситуация произошла в городе Дюльмен, неподалеку от Дортмунда. У туриста из Поднебесной украли кошелек. Он хотел заявить о краже бумажника, но так как не владел никаким языком, кроме китайского, вместо полиции по ошибке обратился в миграционную службу. А когда ему предложили там заполнить бумаги, честно вписал свое имя в анкету. И таким образом стал сыскателем убежища. Дальше власти обращались с мужчиной как с беженцем. Его попросили пройти медосмотр, сняли отпечатки пальцев, забрали паспорт с шенгенской визой и отправили в приют для мигрантов. Мужчина воспринял происходящее безропотно. Его кормили и выдавали деньги на карманные расходы. Исправить ошибку удалось благодаря сотруднику местного отделения Красного Креста, который заметил, что китаец не очень-то и похож на беженца. Он отличался от других обитателей убежища и выглядел абсолютно беспомощным. Поведение мужчины казалось довольно странным. Он всячески пытался привлечь к себе внимание персонала, но не мог объяснить, что его беспокоит, поскольку не владел ни одним иностранным языком. Шлютерман решил прибегнуть к помощи мобильного переводчика. Переводчик выдал несколько фраз, из которых сотрудник Красного Креста вычленил главные. «Я хотел погулять за границей» и «забрали паспорт». К процессу подключили хозяев, расположенного рядом китайского ресторанчика, которые выступили в роли переводчиков. Окончательно прояснил ситуацию переводчик с китайского. Выяснилось, что мужчина самостоятельно путешествовал по Европе. После Германии собирался посетить Италию и Францию. На то, чтобы восстановить всю цепочку событий и разобраться, кто есть кто, ушло 12 дней. Еще неделя ушла у Шлютермана на то, чтобы вырвать из щупалец бюрократической системы паспорт путешественника. Только после того, как паспорт и визу вернули, а родственники перевели горемыке деньги, китаец смог продолжить путешествие по Европе. Теперь уже в качестве вполне респектабельного туриста. Прощаясь с сотрудниками приюта в Дюльмэне, китаец сказал, что представлял себе Европу несколько иначе. Эрнст Неизвестный Известный закончил свое монументальное высотой в 15 метров произведение «Маска скорби», посвященное жертвам репрессий в Советском Союзе. Эта скульптура установлена в Магадане. Работы художника есть в Украине. В частности, на входе на территорию морского вокзала в Одессе установлена бронзовая скульптура «Золотое дитя». А в лагере «Артек» в оккупированном Крыму с 1966 года экспонируется «Прометей» авторства Эрнста Неизвестного. Мюнхенская Бавария готовится к поединку за Суперкубок Германии. На поле мюнхенцы встретятся с Барусией из Дортмунда. Последние три года мюнхенцы играли в Суперкубке, но проигрывали Барусией и Вольфсбургу. За всю историю проведения этого соревнования клуб из Дортмунда побеждал пять раз, а Бавария – четыре. Но болельщики надеются, что в этот раз Бавария приедет с победой. Я уверен, мы сможем это сделать. Последние несколько лет нам не везло, но сейчас удача должна быть на нашей стороне. Конечно, игроки немного устали после выступлений за сборную на чемпионате Европы, но в целом они в отличной форме. Особенно фанов воодушевляет новость о возвращении бывшего президента клуба Бавария Ули Хенеса. В феврале он вышел из тюрьмы, отсидев полтора года за уклонение от уплаты налогов. До этого он более 30 лет работал сначала менеджером, а потом президентом команды. Возвращение Хенеса – это великолепная новость. Я очень рад. Для меня за долгие годы он стал частью Баварии. Хорошо, что он возвращается, ведь это место всегда было его. Встреча состоится в воскресенье 14 августа на домашнем стадионе Дортмунда «Сигнал» и Дуна Парк. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте «Нового времени» n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова